Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Итак, тема у нас весьма интересная и полезная — создание мобильных приложений. В предыдущем видео мы, в общем-то, приложение сделали. Осталось его немного докрутить и можно публиковать. Вот такое приложение. Оно взаимодействует с таблицей Google, используя ее как базу данных. Соответственно, если мы добавляем в таблицу какие-то строки, они появятся и в приложении. И если мы какие-то строки отсюда удалим, они удалятся и из приложения. При этом приложение подхватывает не только столбцы таблицы, но и листы. Причем их оно делает закладками — новой страницей. Сейчас. Сразу переименуем и добавим какую-то информацию, иначе он ее не увидит. Первая строка — название. Он ее тоже никак не отобразит. Запомните, что всегда нужно минимум две строки. И какой-то текст. Обновим. Ну что такое? А, да. Именно с листами тут такая история. При добавлении они изначально попадают в hidden, то есть скрытые. В меню Tab нужно просто перетянуть свежедобавленные пункты из hidden в tabs. Вот так. И у нас внизу появляется новая закладка — обратная связь. Пока тут пусто. Есть только вступительный текст из таблицы, но мы добавим, например, комментарии. Сюда же можно добавить еще информацию о вашей организации. Ну и фоточку. Но мы ограничимся пока комментариями. Вот такое вот примерно приложение, где есть информация о мероприятиях и форма обратной связи. На самом деле тут может быть много всего. Гладь достаточно продвинутый конструктор. Тут можно регистрироваться, использовать формулы, как-то взаимодействовать с аудиторией. Ну то есть приложение для Facebook тут не сделаешь, но возможностей для средней организации очень много. Так, по управлению. Тут все просто. Это отвечает за закладки. Сюда мы уже заглядывали. Это наша база данных в Glide. Здесь общие настройки. Мы к ним еще вернемся. Тут наша база данных на Google диске. Ну и все. Дальше обновление и публикация. Что касается оформления закладки, тут его можно изменить. Есть просто изменения по форме и есть специфические представления для конкретных задач, но это в данный скринкаст уже не уместится. Я говорил, что здесь можно много всего сделать. И еще можно поменять иконку закладки. Выбор тут большой. Под обратную связь, наверное, подойдет вот это. Ну и, наверное, все. Можем публиковать. А, нет, еще внешний вид. Здесь можно выбрать цветовую гамму приложения. Или изменить иконку. Но с иконкой, конечно, неправильно выбирать из предустановленных. Надо загружать свою. А вот такую я по-быстрому нарисовал в PNG. Не знаю, что это значит. Ну и под нее поменяем цветовую гамму. Еще можно менять общий вид. Тут пять вариантов. Но я оставлю то, что было. Все. Публикуем. В моем случае приложение уже опубликовано. У вас тут будет всего одна кнопка. Типа Public App. И после ее нажатия вы увидите вот такой экран. С QR-кодом, мне кажется, заморачиваться не нужно. Достаточно просто скопировать ссылку и сохранить где-нибудь. Или сразу отправить потенциальным пользователям с NavDiv необходимой короткой инструкцией. Инструкция нужна, поскольку устанавливается приложение не так, как люди привыкли их устанавливать. То есть в Google Play они его не найдут. Хотя я читал, что на платном тарифе можно не только убрать идентику глайда, но и добавлять приложение в Google Play и App Store. Но сам я этого не пробовал. Итак, пользователю нужно будет пройти по ссылке. Я ее в данном случае скопирую, поскольку по умолчанию у меня открываются ссылки через встроенный браузер. Надо, кстати, поменять. И при переходе у вас не только открывается приложение в браузере, но и появится сообщение внизу «Добавить приложение на главный экран». Выбираете «Добавить». И теперь наши мероприятия живут у вас на смартфоне, как обычное приложение. И будут жить на смартфоне у пользователей, которые его установят, что, согласитесь, очень даже неплохо. При условии, что потратите вы на это 20 минут. Ну что, я поражен. Если так и дальше пойдет, разработчики останутся без зарплаты. Любая кухарка сможет управлять государством. Наступит мир и процветание. Хотя, что-то мне подсказывает, что нет. Все любите друг друга, на самом деле только любовь может принести мир и процветание. А технологии лишь высвобождают для нее время. Не забивайте его всякими глупостями. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.